доброе утро иркутск доброе утро то есть день для иркутска ну что в новом году и больше счастья у нас будет начнем с чтения иркутск начинаем читать домашние задания с какой какой часть в которой пятая прочтите ну да сначала на гаджа джана джа ла так даща снара Забыл букву. Даша. А? Нет, Дашу он прочитал. После Даши был Нара, а после Нара он... Бала. Бала, да. Эээ... Гам. Кар. Эээ... Бала вроде. Москва, не торопимся на помощь. Идем пока... Ижгутск сам созреет. Чем отличается Ба... Это Ва. Это Ва. Чем отличается он? Так... Дим, чем отличается? Который? Ба зачеркнуто, Ва не зачеркнуто. Ага. Ва... Нам... Ва... Вара... Вар... Эээ... Ча... Та. Вроде тут а. Ща та. Ага. Так. Ща та... Ээээ... Эээ... 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 Эээээ... Ээээ... Эээээ... а ва-ча-на-га-да-гада-гадатха-гадатха-на-ва-новый-джа-джан- парам а парам а так это это да мама михана бахара а что же со означает что же что это бахара означает тогда им если это бахара чужих шлюпу что ты путаешь я уже понял но когда ты имею ввиду вот перевод этого слова должен был быть так вот уроки и в предшествующем уроке м поэтому цена перепады все равно те андреев ахана грана что значит что начать дохода м канна богатство деньги падает м я м м м так ч ч ч ва м м это верующая еще статья патченко не предназначены как бы в качестве предприятия спектакля отчаянщая чеха чехак чаха ясно часть часть отчетки куча чеша кача качать Дим, чаха ка, что означает? Три слова к уроку. Чащика, это чашка сосуд. Это чашка. Ты видишь чарак, у танки все лишь чашка. Ага. Пхала. Плот. Так, папа. Патха. Да? Патха. Гадатха. Ка... А че-то слово пропустил, не? Пропустил, да. Гадатха? Да, да, Ра. Последняя в четвертом, короче. Ра. Ну, я его сейчас и буду, да? И в Гадатха. После Патхи. А, Патха. Радха. Гадатха. Ка... Ката. Катара. Ча... Ча... Ра... Н... 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 Хорошо. Всёим. И rounded в конкурс�. Ты сам millimeter��шел? ЯЗЫКЕ И... И, и, и... И... Один. Яbau... Секунду. А, это же наш Щ. Ща-та и... Ща-та-та-ла. Ой, ма. Ща-та-тама. Ла? Ща-та-тама. Ща-та-тама. Мама, да? Ты же мама? Хорошо. Все-таки мама. Ща-та-тама. Да, это сотый. Ща-та-тама. Не без... не без скрип, а Дим, но уже... чувствуется... некоторое удовольствие. Хорошо. Первое доделал то, что больше раз не сделал. Второе тоже сделал. Хорошо. Хорошо. Москва задом наперед. Это же, да? Да. Мы же не читали с вами это? Не читали вы? Я уже просто путаюсь. Так давно я вас видел, что я уже путаюсь, где мы застряли. Где именно мы застряли. Ща-та-тама. Ща-та-тама. Ща-та. Ча-ра-на. Катара Гададха Радха Падха Пхала Часака Часака Трудно вам по-твоих дается чашка Да-да-да Перевод помогает Чем более близко слово Часака Я Пада Дхана Мама Дама Ха Са Парама Джан Нава Так Вот здесь у меня вопросик стоит Все-таки там Га-да-ха Потому что я написал изначально Га-чат-ха Не знаю почему Там точно не чат-ха Но значит у нас в словах дается Га-да-ха Ну я поправил Я понимаю что Га-да-ха Я понимаю что это вызывает Вопросы потому что Действительно нечто странное Га-да-ха Почему вопрос Вызывает А потому что Дима смотрит по рукописному тексту Написанному от руки И там не все так четное Соответственно Ва-чана Ва-ча-на Бхарата Чата Ой не чата Щата Вар Вара Вана Кар Джам Джам Ну вроде да Ой фу не джам А гам Гам Да пардон Я на последнюю смотрел Значит гам Бала Нара Даша Джа Джа Джала Джана 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 Да джана Джана Гаджа На Ча То Гаджа Хорошо, если бы не три незначительных ошибки, то было бы, конечно, пятерка. Читайте быстро, плавно. Иркутск, видите, важно развивать уже скорость тоже какую-то. Ну, потренировался чуть-чуть. А, ну, понятно, подсказал уже там. Понятно. Понятно, ну... Значит, Иркутск, переводим тогда вторую часть упражнений. Ча, это и, на, не, да, ща. Это у нас десять. Можно без вводных слов. Это и, и, э. Просто сразу, славу перевод, славу перевод. Сотня. Гаджа, слон. Вана. Лес. На... Надо... Надо... А, на... Надо ли? Да нет, не надо. Это не Д. Это же это. Это ТА. На... Ка... Ка... Ка. Да. Не переводится? Этот танцующий кактер. И не поддается перевод. Ка. Ганна-Ка. Ганна-Ка. Это математик. Если я не ошибаюсь. Да. Да, я говорил вам, что в современном санскрите это означает... Вот можно заметить, что АК это тот, кто занимается, а АНА это то, чем занимаются. Ну вот, я вот смотрю, это вот ГАНАНА, 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 АКА. Не в АКА, сам суффикс, конечно, КА, просто наиболее часто в санскрите к основе добавляется, значит, чтобы из корня получить основу, добавляется краткое А. Поэтому эта часть еще относится к основе слова, а КА и НА это уже суффиксы. И действительно, есть определенные частотные корреланты с тем, что ты сказал. КА это именно деятель, да. Так, СА. Этот, я, который кар, делать, а, ну это карма. А точнее, наоборот, не карма, потому что карма, а карма, потому что кар. То есть, может быть, кармака это деятель будет, да, или нет? Не могу утверждать, но, предположим, что могу... ГАМ, это ИТИ, ЯН, ЯН, РОЖДАТЬСЯ. ЯН, 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 Дим, ЯНГУС, где там ЯН? А, ЖАН, ЖАН, РОЖДАТЬСЯ. НАР, это превосходный? НАР или НАРА? НАРА превосходный, кажется. Черт. Кажется, когда кажется, креститься надо. А, это человек-герой. Перепутал. Харата. Это имя Хараты. ДА, МА, ДОМ и ПА, ДОСТА, ПА. Да. Ну, Дим, вот тут крепкая пятерка. Вот здесь то, что нужно. Шкорость и точность. Хорошо. Москва. Мы не слышим. Москва. А, нас не слышно. Слышно, как Микки Маус. Так, ну, предлагаю, тогда я перенаберу... Сейчас отсоединю и выбираю. Алло. О, что-то не знаю, что... Алло. Теперь слышно. Был Микки Маус. Передача Микки Мауса. Итак, ваше очередное. Так, с обратной стороны. Так. Пада. Ступня, шаг. Дама, дом. Харата. Какой-то там герой тоже. Харата. Ну, имя в смысле, собственно. Правильно я понимаю? Индию. Собственно, от этого имени и название самой Индии. В Индии же Индию не называют Индией. Бхарата. В общем, Бхарата. Имя героя. Хабхарата, Дима. Что, что? Не расслышал. Махабхарата, она же отсюда же. Нара. Герой. Даже река есть такая. В Москве. Так. Джана. Так. Джана. Чего тут Джана я забыл? Да, да. Опа. А, ну, Господи, да. Джан, это же человек у нас. Значит, дальше Джан. И вот тут у меня вопрос. А Джан и Джана перевод как-то отличается? А как? Разумеется. Но сверху-то подсказка в словах дана. По переводу хотя бы. Если уж никак иначе. Если в слове нет конечной гласной, и оно достаточно краткое, вероятность большая, что это глагольный корень. Изначально был глагольный корень Джан, от него образовали производное Джана, добавлением тематического суффикса А. Получился человек. Джана человек. А Джан, что означает? Какой глагол? Рожденный? В ваших словах надо этим уроком дать. Нет, рожденный. Я же говорил, что Джан, это глагольный корень. То есть, а вы мне говорите производное, от глагольный перевод. А я говорю, что перевод именно глагольный. Я не понимаю, если честно. Дим, смотрим на этой же странице. В четвертом уроке дан перевод этого слова. Рождаться, я вижу, да. Соответственно, Джана уже с добавлением. Это рожденный. Рожденный. А Джан, рождаться, все понял. Глагольная форма. То есть, человек. Да, теперь понял. Понятно. Рождаться, а Джана, то есть, человек. Ну, как правило. Не все, но в Джан, с уроком, это должно намекать на глагольность. Нет, вирамы это глагольность, когда условия всего 1, 2, 3 слога. А если много, то это намек на плохой шрифт. Понятно. Так, ладно. Не, я имею в виду, если много слогов. Он же спросил, про много слогов это не значит. Не много грамм, а много слогов. Не, я понимаю, но вот много слогов, например, 5 слогов. Вот не бывает глагольных корней из 5 слов. Вообще, в глагольном корне, в таком чистом, хорошем глагольном корне, в первычном, вообще одногласном. Ну, да. Одногласное, собственно, и чем он и... Это и одно из базовых его требований. Одногласное. Вот. А может быть, вообще только одногласное и ничего более. Глагольный корень и... Вообще только одногласное. И, в смысле, на санскрите и... Ну, да. Да. Ну, в смысле, на санскрите и... Да, ходить. Да, продолжаю. Значит, джан рождённый. Гам. Который. Ка... Кар. Кар делать. Дальше. Джа. Джа. После... Джа. После... Фу в санскрите тоже невозможно, потому что это возможно только в хиндии. А в... Значит, в санскрите было бы пху, а не фу. А-а-а. Так. Это у нас, соответственно... Это у нас я. Который. Да. Дальше. Угу. Са. Так, почему-то у меня тоже называется он как Который. Са тоже Который? Многовато Который. А, фу, пардон. Этот. Он. Этот он. Дальше. Ганака. Математик. Натака. Натака. Танцовщик. Танцовщик. Да. Танцовщик. Вана. Лес. Гаджа. Слон. Щата. Стопа. Так, тысяч... Не, сто-сто. Сто-сто просто. Сто-сто? Да, да. Я сначала что-то... Про стоп, да? Нет, стоп. В смысле стоп. Дальше. Даша. Это 10. На. Не. И ча. Самая часто встречаемая стопа в санскрите. Ча. А стов-стоп это будет часто подаун. Отлично. Похоже на правду. Итак. Так. Дома написали, да? То, что от вас просили. В третьем упражнении, да? Да, на грани. Написано у вас? Да, в третьем, да. А вот у меня вопрос есть. В четвертом упражнении вообще не разобрался. Не понял, что здесь имелся. Ну, смотри, Дим. Ну, ты уже знаешь один пример. Джан это глагольный умор. А от него есть какое производное слово? Джана. Ну, вот по такому же образцу вот я поставлю. Катха это рассказ. Катхака это рассказчик. О, нет. Катхана это рассказ. Наверное, будет. Катхака рассказчик. Да? Из тех слов, которые давались в предыдущих смысле, в первых двух уроках, тут всего 20 слов из них. Тем не менее, тут есть уже, из чего выбирать. Обязательно это делать, потому что это базовое понятие вообще того, что такое производность слов. То есть, в санскрите есть порядка 200 тысяч слов, и все они образованы от двух с половиной тысяч глагольных корней. То есть, любое слово, оно произгодно в санскрите. То есть, можно расчленить и вернуть обратно к исходному корню. То есть, уши корня проглядывают. Поэтому эти корни можно заучивать отдельно. Вот мне было так проще понимать язык. Мне сложно учить 200 тысяч слов. А недавно в паблике там было запиши, что там про 500 аж корней, кажется. Ну, как бы, скажем так. Частот, частотных корней штук 400. Всего живых корней тысяча. А если рассматривать с точки зрения индийской грамматики, то две с половиной. Ну, вот, 400-500 корней, хорошо бы знать. А вопрос тогда, если мы берем, ну, по этому упражнению, например, там мы берем ган. Соответственно, произвольное будет что? Ганана или ганака? Любое другое слово, в котором есть больше, больше, чем это. Ну, как в случае с Джаном. Ну, все, я только понял, в чем я забрался. То есть, это разные суффиксы. Дим, чтобы от глагольного корня получилась основа-основа, надо добавить какой-то суффикс. Суффикс может быть нулевым. То есть, ничего не добавилось с точки зрения букв, но с точки зрения грамматики, такая тонкая вещь. Видишь, в живом языке, в речи, не могут встречаться глагольные корни. Глагольные корни – это некоторые абстракции. Грамматическая абстракция. Но мы когда разговариваем, мы корнями не разговариваем. Мы разговариваем словами. Чтобы получилось слово, от корня мы сначала получаем основу. А от основы, к основу, мы уже добавляем окончание. Ну, да, понятно. Понятно, нет? То есть, был корень Джан. Три тысячи лет тому назад. Добавили, значит, А, и получилось основа. Добавили, значит, такой, значит, тематическая, значит, А, получилось Джана – основа. Основа слова – человек. Но основа слова человека – это не человек. В смысле, это еще не, ну, это еще не именительный падеж человека. Понятно, да? То есть, Джанас, буква С, именительный падеж, значит, единственное число, но С у нас в конце переходит в, значит, в Исаргу, и получается Джанах, Джанаха. Не, я вот посмотрел, да, последнее предложение, то есть, то, что, например, там, ВАЧ, там, ВАЧ, там слова более длинные, да. Все, все, понял. ВАЧ, АНА. Да. Все, понял. Длина суффикса не имеет значения, в вашем принципе. Угу. Ну что, занятие третье, значит, приступаем к гласным. Получается, вы еще не учили, наверное, ни один язык, которому гласный имеется и краткий, и долгий классный. Ну, например, в моем родном латышкам. А, А, И, И, О, О. Ну, языков 20 я знаю. Это одна из причин, почему латышки тоже один из самых близких к санкриту, да? В частности, да. Это из-за длинных. Латышки, литовские, да, из-за, 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 соответственно, из-за, из-за, системы построения гласных, да. Значит, простые гласные, это краткие гласные, А, И, У. Это, значит, первый раздел гласных, простые, А, И, У. Санант, санант, это означает, что это уже почти как, это почти как гласная, то есть полноценная гласная, то есть в санскрите, получается, есть R обычная, согласная, а есть R, R, раскатистая, R, Иркутс, как записывается слово ригведа? Ну, видел, но сейчас не могу вспомнить. А может, пятна чатики нам написать? Ригведа там как-то. Нам пока еще рано, потому что мы еще... Ригведа, но оно же, это R, это от того, что там из, от желания передать гласность этого звука. Потому что на самом деле Потому что по-разному озвучивает один и тот же звук. Сонант R означает R с кружочком под ней. Это R гласная. Когда в шрифте нет возможности, ставят глухую точку. Так тоже возможно. Но с точки зрения академичной стороны, должен быть кружочек. Потому что под церебральными ставится точка, а под гласными ставится кружочек. Помимо R, который метр, значит, ригведа, есть еще L. Оно тоже непонятно, как правильно произнести, но условно играет LRY. Ри и ЛРЫ. Вот так. Этот L встречается всего лишь в одном слове, в корне KLP. KLP – служить. Всего лишь в одном глагольном корне. То есть, буква крайне редкая. Тем не менее. Итак. Кростые гласные. Сонанты. Р и ЛРЫ. — А лобилизованный — это как понять? — Губной, губной, не губной. — А вторая, значит, первая у нас сананта — это вот р длинная, а вторая... — Не длинная, а р с кружочком под, а вторая — л с кружочком под. — А л с кружочком под, по буквам как он? Ну, звук образуется. — Л-ри, 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 л-ри. — Ну, как сказать, есть. А для озвучки нам эту гласность передать надо? Надо. Ну, собственно, индусы решили, что вы не будете л-ри. — Л-р просто нельзя? — Просто, ну, можно, но, в общем, я говорю, как... Согласно традиции, а уж там называется... Почему именно так? Эта тема, например, есть такие отдельные трактаты... братья Ишакья. Которые, например, прилагаются к ригведе. И это руководство, как произносить ригведу. Ну, там уже долгие размышления на тему, почему... — А они как-то называются эти вот... — Иное, так или иначе. — У них есть какое-то название? Вернее, сананты. Есть. Ну, в смысле, нормальное индийское название есть, но... — Все, я понял, сананты и сананты. — Мало сананта и так уже. Есть индийские названия, но они вам ни к чему-то могут. Значит, дальше. Третья группа — это гласные, которые вышли из дифтонгов. Что такое дифтонг? Дифтонг — это значит, что идут две гласные подряд, и они неразделимы. Ни на написании, ни на звучании. Дифтонги — ай-ау. Ай-ау. А от них, соответственно, э... значит, э и о. Вот эти гласные дифтонгического происхождения, они всегда долгие. То есть не бывает краткого «э» в санскрите. Значит, в латышкам, например, есть «э-э», а в санскрите есть только «э-э». В латышкам есть «о-о», а в санскрите только «о-о». Итак, «э-о». Независимо от того, видите ли вы черточку над Макрон, знак удлинения, над «э» и «о» или не видите, они всегда долг. — А зачем поставить могут? — Понятно? А могут поставить, если вы читаете согласно бенгальской системе транслитерации, а Андрей на аюрведике как раз пользуются ею. А точнее, чаще дружине, но неважно. В общем, могут поставить, потому что знакомые вам личности пользуются весьма уникальной и редкой системой. Но, тем не менее, они ею пользуются. То есть там есть эта долгота, но для того, чтобы облегчить шрифт, ее на письме убрали. Потому что если «а», «а» и «а», они различаются по долготе и краткости, то эти всегда долгие. Поэтому решили упразднить. И решили правильно, но тем не менее, об этом нужно помнить. Это не «э» и «о», это «э» и «о». Ясно? То есть можно, грубо говоря, себе два раза поставить «э», «э» и «о», «о». В Индии, собственно, так и пишут. В современных написаниях встречались, там, с двоенными гласными, нет? Угу. Записи санскритских слов. Так вот это, собственно, желание передать долготу гласных подручными средствами. Собственно, в Индии оно так и уже и, ну, в современном употреблении оно вот, оно от того, что просто нету, не было другой возможности английскими буквами, то есть стандартной латиницей без диакритики передать эти слова, эти звуки. Ну и так, вы уже поняли, что значит «са» в Иркутске, это что означает? «Который». «Этот, который, этот». «Са» — это «который»? «Он». «Са» — «Он». «Оса» — «Долгая». «Ага». «Она». «Са» — «Он». «Она». «Са» — «Она». Итак, то есть, получается, смысл меняется, от долготы кратких меняется смысл. Если вы где-то будете растягивать там, где не нужно, получится другое слово или наоборот. Например, есть такая мантра «Рам, Рам, Рам, Рама», а в некоторых русских книгах по переводу мантр долготу отбросили, но в кириллите же долготы нет, и осталось просто «Рам». «Рам, Рам, Рам, Рам» — это разные слова. Один означает «Любовник», другой «Бога Рама». Понятно? То есть, это важно. «Благота» — это не просто так, украшение. Это имеет смысл, разделительную роль играет. И, конечно, в санскрите больше всего гласных «А» и «А», потому что всё богатство гласных, которое было в проиндоевропейском языке, оно слилось в эти две гласных. Раньше считалось, что санскрит — это матерь языков, но когда открыли хетский язык, выяснилось, что есть, например, более древние языки. И санскрит — это всего лишь наиболее хорошо задокументированный язык, наиболее хорошо сохранившийся сотнями источников и ни одного другого индоевропейского языка, столь хорошей сохранности и столь большой древности у нас нет. Не более того. Итак, гласные имеют два варианта написания. В начале слова отдельным знаком. А мы дифтонги и ауни. В конце. Ну, не знаю, не разобрали. А что мы с ним не делали? Отдельные эти. Не разобрали. Ай, ай. Что с ними разбирать? Они вот родились слитно рождённые. Ай-ау. Ай-ау. Повторите один раз для очищения совести. Ай-ау. Ай-ау. Ну и всё, и тут делов-то. В древних языках, в древнегреческом, да вот тех же балтийских языках, они все остались в чистом виде. Вот так и остались. Вот. Значит, гласные имеют два варианта написания. В начале слово отдельным знаком, в середине, в конце дополнительными значками, сверху, снизу. Бывают долгие, краткие. Ну, давайте на доске. Это мы сейчас вот эти первые простые, да? Простые. Ну, мы уже и простые, и долгие, и да. Ну, в смысле, написание вот это. И простые, и непростые. Ну, да-да-да-да-да. Ай-у. Да-да-да-да-да. Именно их, но просто вводное слово к этому. Ай-у. Ай-у. Итак, доска. Доска. Доска находится. Вот, ну, где вы уже забыли туда дорогу. Да, мы открыты. Тут еще ищущий, а где осталось с прошлого раза. Хорошо. А, сейчас. Ага. Это не с прошлого раза. Это с другого. Итак. Значит, слово... Я запишу. Майя. Иркутск читает. Угу. Лошадь. Пишем. Майя. Майя. Читает Москва. Майя. Иркутск. Странно. Майя. В общем. То есть, то же самое, только с длинными ААА. Долгими. А я вот... Долгими. 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 То есть, я могу сказать МА от ЯАА. То есть, ЕА по сути... Майя. А растягиваешь. Я. 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 Ты просто привык к тому, что Я в русском языке... Не, я знаю, что, например, на русском был такой даже значок ЕА раньше. Вот. То есть, это слог, поэтому... На самом деле, это... Это... Зачаток Деван Агори. Прям таки уже на Деван Агори. Дима у нас... Хорошо. Да. Именно так. Майя. Да. Две палочки. Мы добавляем... Палочка после каждого. Означает это долго так. Да. Именно так. Майя. Майя. Иллюзия. То есть, лошадь это иллюзия. Слушайте, я что-то... Это подопустил. Значит, чтобы показать длину, мы просто добавляем палочку? Ха. Ха. Да, но мы еще не с вами проходили, поэтому... В принципе, еще не грех это не знать. Да, да. Ха-ха. Быстро поступает материал, что можно не успеть. Так. Хорошо. Эм... Значит, А краткая. Значит, если мы хотим... Дополнительно указать на краткость гласной, мы можем добавить над ней... Такую... Такая дуга добавляется. Это знак краткости. То есть, такой звук никогда ни в одном языке не произносится долго. То есть, А. 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 А краткая. То есть, над любым гласным можно добавить такую дугу... А зачем? И получится... Заведомо краткая. И так. И так обычно, по умолчанию, краткие. Ну, для того, чтобы вот... По умолчанию... А. Ну, мало... Знаете, люди разные бывают. Кто как... Это как монашка, которая одевала на морковку презерватив. Вот так и дугу, чтобы точно не ошибиться. Да. И... На самом деле, ИСО тоже просто... Нет. О, да, не бывает в Сан-Свити, не бывает. И Е тоже не бывает. Да. Именно для того, чтобы, например, указать эту разницу. Да. Или, например, смотри. Для чего это нужно еще? Вот в старом учебнике это хорошо показано. В новом... Пока этого нет, но я добьюсь, чтобы это было. А... Вот, например, видишь вот такого монстра? Угу. Как ты понимаешь его? Не знаю даже. Ну, длинное, короткое, гласное как-то? Среднее? Ну, предположи. Да, это... Ну, это так и так бывает. Это не среднее. Это и то, и то. Это означает... Это просто, чтобы не писать два раза. А, краткое, а, долгое. Можно записать один знак? А, понятно. А? Ага. Отдельно. Отдельно. Понятно? Это... Графическая условность весьма удобна. В правилах, например, нужно записать, что после а краткого и а долгого... То есть это просто условное обозначение получается? И исчезает. Вот. Вместо того, что... Это условное обозначение. В старом учебнике, слава богу, оно встречается и... А в новом это упразднено, но не от хорошей жизни. А, краткое, в начале слова пишется отдельным знаком. Это... Особенность существует всего лишь в двух письменностях мира. В письменностях, которые происходят от... Брахми. То есть, в частности, Деванагари. И в... Эфипском. Э... Не эфипском. В эфипском. В эфипском. В эфипском. Итак. А. Начинаем писать. Троечка. От троечки в сторону плечо. Которая упирается в стержень. Это короткую мы сейчас пишем. И накрывается медным тазом. Угу. Это А краткая. В... 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 Значит. В северном. Современном. Написании. В Индии всегда только так. И, соответственно, в... Книгах. Напечатанных в Индии. Последние истории тоже так. Но. Раньше. Изначально. А, писалось иначе. Южное. Бомбейское. Древнее. Написание. Это как начало ПА. Как ПА. К нему пририсовываются. Или вот отдельные три лучики, чтобы получить солнышко. Или можем дугой приписать и получается два лучика. Частенько встречается. Насколько. Накрываем это все. Угу. А вот этот верхний луч, который... Ну вот хороших издалей. Посередине музыка. Или он сверху. Посередине. Печатаем вот там немножко. Другую. Посередине. Вот. По этому знаку я, в частности, узнаю, разбирается человек в Деванагаре или нет. Потому что если солнышко показать человеку, который учил Деванагаре где-то в интернете, то он его не узнает. Потому что индусы солнышко не знают и не учат сами. Это бомбейский, да, вариант? Потому что он уже давно позаботен. А тем не менее, в хороших изданиях будет именно солнышко. Бомбейский южный вариант, да. Это короткое в начале слова написание А. В начале слова. Это краткое в начале слова. Как долгое? Добавляем просто палку после и получится долгое. Вот и все. Не, я просто спросил именно, если в конце, соответственно, слово оно будет другое. Правильно? Да. А вот как в конце слова? Вот мне напишите мне. К напишите. На доске. К напишите мне. Ну, второй шаг это стержень, а не третий шаг. Ну, у меня просто сорвалось. Сначала рисуется... Ну, можно по-разному. Хорошо. Можно сначала слева пузо, потом стержень, а потом дорисовать это плечо. Ну, понятно, сорвалось хорошо. Это что такое у нас? Крат, да? А, есть краткое? Есть. Есть. Понимаешь, что плохой... Ну, Москва, есть или нет? Еще раз тогда вопрос. Не знаю плохого ответа. Есть ли в К короткое А? Обычное А есть, да? Так. А краткое. Есть. Так вот. Отдельное специальное написание А нужно лишь в начале, потому что в любом другом сроке по умолчанию уже содержится А краткое. Все. А если АК, можно так сказать? Да. Тогда, соответственно, сюда надо будет... То есть вот условно АК, что ли, должно быть? Начальное А плюс К. Вот так? Ну, только да. Да. Ну, в общем. Вот. Да, только... Палка. Ну, полная Палка. Это как-то переводится? АК. АК. Автомат АК. 47. А что это? Что именно? Есть, но я еще и так быстро по нему не лажу. Уважные слова. Домашнее задание. Понятно. Ну, вот так... Вот вы вызываете. Потом позже посмотрите. Да. Расскажите, что такое АК. Эм... Итак. А. Это было А краткое. Ну, соответственно, А долгое. Это добавление стержня. То есть данды. После. 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 Ну, вот сейчас у нас получилось А долгое. А. То есть А с Макроном. А. Буква А со знаком долготы, который называется Макроном. А долгое. А вот этот... Эм... А долгое, она должна потом... Вот вторая палочка, она должна в ту же клетку вмещаться или в следующую? Эм... 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 Да, она вмещается, она вмещается в ту же... На границе от того чем? Она вмещается в ту же, может быть, на грани клетки. А это соответственно тоже в начале слова? То есть между двумя клетками, если что? Только в начале. конечно потому что потому что в середине слова мы напишем так иркутск что я написал все понятно какая долгая после а рассмотрим и и так и опять же может быть записано с кружочком или с дугой то дуга будет вместо кружочки это десятая страница моих прописей то есть некоторая буква с на подвешенная на плечики с хвостом выходит за клетку процессе получилось три раза получились сначала пишем составляющие элементы то спешим плечо потом пишем плечо с хвостом потом пишем плечо хвост и медный таз то есть из трех частей состоит этот знак мы всех повторяем мы каждый раз когда пишем новый знак мы выписываем сначала все его детали по отдельности добавляя каждую из них а потом уже целостный знак это и краткая да но обычно есть да и долгая тот же знак с добавлением крючка который упирается в середине середину скажем так нашего стержня все то же самое только добавляем сверху крюк видно какой крюк крюк так крюк рисуется после то есть да после после потому что будут другие еще надстрочные знаки чтобы правильно их расставить и друг на друга они не наезжали проще после есть конечно страх забыть его но да да есть у у краткая угол достаточно широкая перевернутая тройка но средняя палка должна быть достаточно заглубленная то есть у меня в прописи например недостаточно заглубленная я когда 10 лет тому назад писал писал неправильно у краткая получилась да иркутск у долгая это тоже самое только смотрите куда я что добавляю добавляю такое вот такую кочергу справа она тоже в конце добавляется после верхней перед верхней да да ну нет она добавляется перед верхней верхняя добавляется всегда в последнюю очередь ну кроме 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 надстрочных просто потому что иначе они могут вас цепиться друг с другом некрасиво это половина гласных вторая половина будет следующие следующие на следующем занятии в середине слова как пишется а вы уже поняли то есть а это встроенная гласная если она не отменяется то по умолчанию она уже есть то есть что такое слог в Деванагаре это согласная плюс краткая гласная а это наша базовая дефиниция так иркутск отвалился добавляем погоди мы ждем отсчет в Краснодаре яблоки еще сезон да еще яблоки да кстати с Новым годом еще раз ну хотя снег уже вот на улице уже 3-4 дня или 5 дней как и вас и вас в этом году мы Деванагаре закончим что-то в Иркутск сбежал не хочет брать повторим алло это я отвалился да слышно да хорошо итак итак как пишется К и К вы уже поняли так а вот Ки вы еще не знаете так вот ставится палка перед смотрим и соединяется дугой дуга может не совсем доходить до конца она может слегка обрываться она может почти доходить этого достаточно мы тоже в одну клетку умещаем или это будет Ки на вторую это умещаем 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 но это в одну не уместится это будет полторы клетки именно Ки начинаем это Ки соответственно короткая краткая да краткая используется термин краткая не короткая а краткая краткая долгое и краткая да походу чтобы вам жизнь сказкой не казалась значит Ки напишем напишите мне Ми значит так Иркутску написать может но пусть напишет мне Ми так на серединку или до конца да ага не на серединку а до стержня идти а Москва мне напишет идти так идти я не знаю как пересосить идти ну вот а Ти ну соответственно как пишется Ти не та а Ти Ти а что я понял а короткая была И а И в начале добавьте кратко кратко да понимаете почему значит нужно в конце добавлять палубную линию потому что иначе у вас будет раскосяк хотя в древних рукописях видим что писалось по отдельности не одной палубой а многими разными палубами итак ИТИ исполняет функцию кавычек оно ставится после какой-то цитаты например или мысли означает обозначение конец прямой речи санскрити нет кавычек то есть они ставятся в конце если все что было до этого было сказано кем-то а начало как не начать в конце а где начало еще надо найти по смыслу по щепью интуиции переводится порой так таким образом так таким образом крайне важное так сказал кто-нибудь там от рэй то есть цитата потом так сказал так сказала собак иркутск пусть напишет мне ари ари р согласна тип того да ари враг да да надо чем ата тоже только вы пожалели одну палку а вы соединили эта палка палка от а а для и все же нужна а так и да точно каждому свою палку ну лучше ой так рисуй а нам можно стрессовать а эту самую атом а так арий враг нет начала нет здесь получается стержень подчеркивается разрыв дим не красиво будет если мы подчеркнем понимаешь поэтому его не подчеркиваем понимаешь получится как будто какой-то уже у понимаешь поэтому подчеркивается только сам стержень а вот как будет ки с и долгой палка ставится после выпускается та же радуга ки иркутск напишите мне ти 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 но ки я написал а т т т т т т да а москва напишет мне сейчас махи махи что то я забыл как х пишется ещё секунду Всё-всё-всё, да-да-да, чё-то тупанул. При-е-хай. И длинное было, правильно ведь? Да. Только не мави, а махи. Чё-то у меня просто это, как-то амнезия, я забыл как букву Х. Открывайте для начала. Так, что-то я запутался. Значит, ещё раз, что мне нужно написать? Мне нужно написать махи, да? Так, блин. Ну как же х то пишется? Махи! Да, второе это, да, занятие. Второе занятие. Вот я смотрю, что-то... Ша, ща, ха, фу, ты всё нашёл. Ага. Простите, я чё-то тупанул. Сейчас. Так. Похоже. Махи земля. Да. Махи земля. Да. Махи земля. Махи земля. Я просто помню его ещё, как это... Там есть же другой вариант написания, да? Да, да. Какой-то такой кривой. Да, в другом перегоне. Поэтому вообще... Пиздец. Да, два варианта писать. Ку. Ставится под стержнем. А для того, чтобы было понятно, что это именно Ку, сначала ставим точку. Жирную прям точку. А от неё вот пускаем вот такую... Такой стержень. Сначала ставим точку, а потом уже есть... Вот именно в... 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 В слоге К. Вот слогам К. Это У получается, как бы, в центре. Но вообще... Ну, то есть, сама точка ставится, как бы, правее стержня. Понятно, да? Чтобы получился, как бы, знак в центре. А вообще мы, получается, ставим... Центрируем его под знаком. При этом сама точка может начинаться там, где стержень. Ту. Второй слог. Какой я написал? Ту. У-ту. Иркотск пишет... У-у-у-ка. У-у-у-у-у-уу-у-у-у-а-ка. У-у-у-у-а-ка. Продолжение следует... 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 Помимо этого, особые Особую форму принимает сочетание Р Согласное И Ч Которое С сидель С У У кратким и с У долгим С У И получается РУ РУ А бывает даже вот так В старых книгах РУ А в еще более старых книгах Бывает даже так РУ РУ А вот Ща Имеет Использует Альтернативное написание Второе написание Непривычное вам А другое Шоу И шоу Так А первая буква Соответственно С Р По-особену Пишется А второе Вот это С Это Щ Это Ша Щ Получает Это Которое Щ Да Щ Которое С сидель Да А какая из них более древняя Верхняя или нижняя Сложно сказать Но Вот самая Нижняя в кочергине В старой И самая Ну в общем Это пожалуй Самая древняя Вот я сейчас Укрупняю ее Смотрите Это пожалуй Самая древняя Но она будет встречаться В книгах Которым 100 150 200 лет В современных Индийских Изданиях Конечно Ничего подобного Не бывает Там В лучшем случае Будет Вот вариант Который Я сейчас Выделил Вот и Современное Написание У меня Вопросы Прощу Вопросы Прощу И прощую А вот И верхний И нижний Вариант Это Соответственно Верхняя Это Краткая Да И все Да То есть Там Как-то по-другому Не отличается Просто У R В итоге Вот эти три Варианты Которые написали А Где здесь Короткий Где здесь Длинный Нет То есть Ru Или Ru Вот Не понял Какой из них Вот этот С крючком Это Короткий Да? Значит Первый Краткий Вот этот Краткий С крючком У Это краткий Да А долгие Оба остальных У меня тоже нету Вопросы Все Задал Котск О Рошо Итак Домашнее Задание Выписывать Как и раньше Все Эти Сочетания Во-первых Конечно Отдельные Гласные Краткие И долгие Во-вторых Сочетания Типа там Возьмите Вот как в Кочегине Там Кагаджатата Кагаджатата Ки-ки-джи-ти-ди-ди Ки-ки-джи-ти-ти Ку-гу-джу-ту-ду Ку-гу-джу-ту-ду Понятно Да? То есть Как бы Разные Сочетания Ну и Вот эти Р И Ш Сочетания В частности И Выписываете По строчке Как и раньше Ничего не Меняется Вот у меня Это 12 13 Страница Моих Вописи В общем Пишите Вот все Что сейчас Я вам Сказал После чего Делайте Собственно Первое И Упражнение По Кольчерби То есть В чтении Набираем Уже Скорость Плавность То есть Мы Читаем По несколько Раз Читаем Слух Любое Любое Слово На санскрите Мы Читаем Слух Учим Слова Читаем В переводе Имеет Значение Да А есть Смысл Переслать Со второго Урока Прописи Потому что Я тогда Под Новый год Не присылал Именно Вот Написание Конечно Есть Присылайте Все что есть Посылайте Посылайте Значит Тогда Тогда 9 числа Раньше Будет получаться У нас Следующее занятие Не Завтра Завтра Смысла Нет Приготовиться Может Какой-нибудь Шестое Восьмое Я могу Хоть завтра Или седьмое Тяжет Ну Давайте лучше Девятого Куда спешить Пусть Иркутск Скажет Успеет ли Он Как у него Сканикул Благодарим Написать Не Согласен Раньше Седьмого Восьмого Вряд ли Ну Давайте 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 Девятого Я же Пусть Сказ Хорошо Я Просто На всякий случай Если Девятого Отменится Опять Это Улетит Я Только В этом Попробуем Седьмого Восьмого Почему Она Может Отмениться Да Я Согласен Ну Мало Ли Иркутск Погода Не Располагает У меня Тоже Был Один Раз Горло Пропадет Например Ну Мало Ли Чего Ну Просто Чтобы Дима Боится Пропустить Пропустить Так сказать Что сейчас Уйдет Снова Все Что Второе Поэтому Я Поддерживаю Общем Движении Что Если Затание Будет Готово То Можно И Седьмого И Восьмого Как Подстраховочный Вариант Я Постараюсь На него Подналечь Я Готов Иркутск Как Только Домашнее Задание Сделано Давайте Знать То Нет Пад Под Добно Да Подналегайте Чтобы не получилось Так что За день До того Еще Половина Задания Не сделана Все таки Новогодние Каникулы Предполагают Что времени Есть чуть Больше Чем Остальное Время Не знаю Как у вас Но Лично У меня Это Не соответствует Правде Но Тем не менее В теории Предполагается Вот То есть Следующим Занятием Мы пройдем Оставшие Согласные А потом Пятое Занятие Это уже Легатуры Это Сочетание Согласных И Собственно Вот и Все Письмо Только Пятое Занятие Мы будем Проходить Двумя Частями Поэтому У нас Впереди Три Занятия Чтобы Завершить Письмо Вот И Вы Будете Меч Читать Эванагари Вот Делайте Задание Не меньше Часа В день Чтобы Вписаться Чтобы Точно Успе Ну Постараюсь А то и два Не Работа Нет Ну Иркут Будет Возможность Зремя У кого-то Девается Или Работа Прижимает Значит Стоем Утром Вариантов Нет Другого Времени Нет Куда Брать Вечером Сниматься Это Тяжело А утро Стоем Утром Когда В шесть Когда В семь Сегодня Аж Восемь Встал Ну Почти Восемь Ну А Когда Как Вот Значит Два часа Пропущенные Без Санскрита Вот Пока Письмо Не освоишь Не имеешь Права Спать Потом Спи Сколько Хочешь Все Значит До встречи Я готов Ко всему Если Не срастется Значит В субботу Но В субботу Хотите Вы Или нет Занятие Будет Поэтому Лучше Конечно На неделе Четверг Пятница Как Подстраховочный Для меня Лучше Пятница Четверг Я Четверг Я Не сторонник А вот В пятницу Субботу В пятницу Можем Чисто Чтоб Мало Ли Суббота Принесется В пятницу Будет В пятницу Утром Не сильно Плохо Что я Еще Веб Камеры Не разжился Спасибо До свидания По голосу Я не всегда Могу Придеть А по глазам Я сразу Вижу Где Проблема Ну Хорошо Было Уже Вот Камера Простая Камера Ну Сейчас Я Не беру Вроде Был Вопрос Тысяча Рублей Как-то Так Да Не У меня Не Целай Стояние Город Поменьше Я На Другом Берегу От Компьютер Я Понимаю Надо Машину Сначала Открести Да Хорошо Открести Машину Снега Потом Льда Потом Завести Счастливо В автобусе Если Это Нет Спасибо Спасибо